2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. В современном мире как никогда важно сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Именно этим и занимаются члены Славянской организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с районным советом ветеранов. Для того, чтобы полнее использовать возможности патриотической работы, члены общества смогли завоевать престижный президентский грант «Вахта памяти и славы», реализация которой заняла полгода. О том, что было сделано за это время, каких удалось достичь результатов, смотрите в следующем материале. Заявку на участие в конкурсе патриотических проектов подали около 10 тысяч участников со всей России. И только чуть более 2 тысяч проектов были одобрены. В числе победителей оказался и проект «Вахта памяти и славы» Славянской организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Одной из ведущих задач проекта была организация посещения членами семей мест сражений Великой Отечественной войны, в которых погибли или участвовали их отцы и деды. Поездки по местам боевой славы, уроки мужества и часы памяти в образовательных организациях, работа с волонтерами, кропотливый труд по восстановлению имен погибших воинов, уход за памятниками. Эти и многие другие дела наполнили месяцы работы над осуществлением проекта. Время поездки мы посетили 11 городов, 5 городов мы посетили за памятниками Равнадского окраина, Крымой, Крымой, Керчь, Театусин, Севастополь. У нас там встречали, как бы, принимающая сторона, по словам, мы с советов ветеранов встречались, они делились в своей работе, мы со своим словом тоже выступали, сказали, как у нас поставлена работа в Раде и в Славянском районе. Район организации ВАОПИК на протяжении вот уже 50 лет занимается восстановлением памяти об исторических событиях периода Великой Отечественной войны, патриотическим воспитанием молодежи. Председатель районного совета Григорий Литовко отметил неоценимый вклад общества в сохранение исторического наследия нашей страны, особенно подчеркнув, насколько важно сегодня работать с молодежью, на своем примере учить их патриотизму. Именно это и делают члены ВАОПИК. Спасибо вам, что выиграли этот грант. Это позволило еще больше расширить кругозор, ехать под более отдаленные места. Вы посетили ВАОПИК и другие места нашей Родины, где почтили память наших воинов. Многие из происходствующих в зале, кто-то родных посетили. Но важно и то, что поехать всех наших, даже может и нет родных, но наши там земляки остались лежать на полях сражения. И эту память мы обязаны с вами хранить и передавать будущим поколениям. В ходе отчетного собрания члены организации поделились впечатлениями от поездок по местам сражений и гибели их родственников. Выразили слово благодарности районной администрации, которая оказала неоценимую помощь в успешной реализации проекта «Вахта памяти и славы». После чего состоялась церемония чествования всех, кто принимал участие в проекте и помогал его осуществить. Останавливаться на достигнутом члены ВАОПИК не собираются. И уже в следующем году планируют подготовить новый проект на получение президентского гранта. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».